Дима Бабушкин, Санкт-Петербург. Подготовка к конкурсу молодых дизайнеров поколения Next. И нашему порталу Intermodo.ru любезно пару слов о конкурсе рассказала Ольга Коростова, член экспертного совета конкурса поколения Next. Ольга, можно в двух словах, почему такой конкурс, его формат, почему именно на манекенах? Представьте нам, пожалуйста, этот конкурс. Вы знаете, этот конкурс существует уже много лет. Он проходит в рамках выставки Fashion Industry в Санкт-Петербурге. И в этом году он имеет более высокий статус, поскольку победитель будет номинирован на национальную премию в области индустрии моды. Но он проходит не так, как проходят все конкурсы. Формат выбран, ну, я бы сказала, даже оригинально. Дизайнеры привозят свои коллекции, представляют их на манекенах. Ну, естественно, они привозят фотографию, у кого-то портфолио. И первый тур – это выбор дизайнеров и коллекций, глядя на манекены. Никакого показа моделей нет. Выбирается 20 участников, 20 участников, 20 коллекций, из которых потом выбираются последние 10. И уже в рамках выставки члены жюри и члены Национальной Академии Индустрии Моды будут проводить выбор единственного того победителя, который будет номинироваться на премию в области индустрии моды, национальную премию в области индустрии моды. А всего сколько работ было заявлено? – Заявлено более 40. Более 40. То есть более 40 участников привезли свои работы. Ну, кто-то привез 5 моделей, кто-то 4. Но выставлять мы уже будем не все коллекции, а у кого-то более успешные, более интересные 3 модели, у кого-то 2 модели. Ну, так, что видно, уровень дизайнера можно определить по этим моделям. – А тяжело было отобрать эти модели? – Тяжело было отобрать. Ну, во-первых, играет роль дизайнера рядом, и надо ходить и говорить, нет, это мы не берем, это мы берем. И, конечно, это большая травма для самолюбия дизайнера. Но, с другой стороны, они попали в конкурентную среду, и они уже сейчас как бы в фэшн-индустрии, там, где всегда конкуренция. Поэтому я думаю, что такой честный выбор, честное жюри им даст незабываемый опыт, участие в конкурсах. Это очень полезно. Очень полезно. – А вот если коллекция «Победитель» будет показана на модели, на подиуме, не будет ли такого, что плохо сидит, как-то так не смотрит? – Риск, есть риск такой, но все-таки манекены – это стандарт манекенщицы, и модели всегда, ну, чаще всего, обрасцеживаются на манекенах, потом примеряются на манекенщицах. Думаю, что какие-то будут нюансы, может и не сидеть, но риск всегда есть. – Большое спасибо. – Я Казмина Анастасия Сергеевна, я из Тихвина, из Тихвинского промышленного технологического техникума имени Лебедева. Моя коллекция, она называется «Африка глазами севера». Сразу видно, как бы название выдает ее материалы и орнамент на коллекции. – А почему вдруг возникла такая идея? – Ну, мне очень нравится валять и, как бы, заниматься именно шерстью, потому что сваливание шерсти – это отдельное такое, как искусство. Там творить, накладываешь как угодно, а получаются шедевры. Вот, как бы, привезла вот коллекцию из семи моделей, но только вот две выбрали. Вот, и вот там вот представлены другие, как бы, модели. Это у нас восход солнца, а это сила заката.